Как стать успешным бизнесменом с нуля? Согласно исследованию «Книжное дело» ответ на этот вопрос ищут 42% россиян в литературе о бизнесе. Как и почему мы выбираем для чтения определенные литературные жанры и что они могут сказать о нашем характере? Подробнее в новом выпуске программы «Страница 17». Кто-то берет в руки книгу, чтобы получить новые знания, для кого-то литература – это способ избавиться от накопившегося стресса и отдохнуть. И вот здесь возникает вопрос – почему некоторые предпочитают для отдыха детективы, кто-то романы, а кто-то триллеры? В этом вопросе нам помог разобраться психолог и терапевт по когнитивно-поведенческой терапии Аршак Лалаян. Мы выбираем блюда в ресторане. Кому-то нравится блюдо острое и прямое, а кому-то легкое и низкокалорийное. Поэтому это индивидуальный подход каждому человеку и также влияет на это три фактора. Это личность человека, например, экстраверты и интроверты. По статистике больше всего интроверты любят читать, любят создавать свой мир, где им комфортно, где им хорошо. Также влияет настроение человека, потому что, например, если у нас стресс, мы предпочитаем читать более легкое произведение. И третий факт – это жизненный опыт. То есть каждый человек, когда читает определенную литературу, он в какой-то момент себя ассоциирует с какой-то ролью, с каким-то персонажем из этой литературы. Согласно статистике 2024 года, самым популярным жанром литературы стал фэнтези. Причем он популярен как у подростков, так и у более опытного поколения. Чаще всего у нас берут какую-то вампирскую тематику. Это литература, например, автора Рэйчел Нид. У нее целый цикл, посвященный вампирской теме. Также трилогия Кассандра Клэр. Тоже очень часто ее берут как молодые люди, так и люди постарше. А люди в возрасте берут книги Константина Муравьева. Это такая фэнтези-фантастика. Кому не помешало бы в наше время просто избегать от серых будней просто на какое-то время воображаемое пространство? Это в какой-то часть, я бы не сказал избегание от реальности, а в какой-то части расслабление, потому что опять-таки мы живем в такое время, когда на каждом углу есть тревожность и тревожное расстройство сейчас нас занимает на первом месте. И когда мы уходим в фэнтези, мы уходим в мир, где есть магия и волшебство. И таким образом мы разгружаемся, мы снимаем страсть. Фэнтези, оно дает в какой-то части вот того волшебства, которого нам, взрослой жизни не хватает. Многие любители жанра фэнтези отмечают, события, описанные в таких книгах, действительно помогают отвлечься и пофантазировать. Там есть много разных миров. Когда я читаю, я как будто ухожу из-за мира, у меня свой мир там, где все хорошо. Не менее популярны в последний год книги по психологии. В первом квартале этого года продажи психологической литературы выросли на 45 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. А из психологии у нас чаще всего берут автора Эрика Бирна и Зигмунда Фрейда. Это если говорить про каких-то известных таких писателей и психологов. И также популярностью пользуются литература, связанная с детской психологией. Очень часто ее берут именно родители, чтобы разобраться в том, как взаимодействовать со своими детьми. Такая литература тоже у нас очень популярна. Здесь это интерес, который нас движет, мотивация. Познание мира, глубины человеческой души, потому что пока мы не пойдем глубже, пока мы не поймем, как работает наша психика, да, мы не поймем, почему происходят определенные там, да, поведенческие паттерны, да, вот пример приведу. Поэтому на самом деле, независимо от того, да, есть у нас какие-то проблемы или нет, люди больше всего предпочитают читать для своего развития. Арнелла Цуман стала знакомиться с книгами после того, как стала мамой. После рождения второго ребенка, когда у нас в семье были конфликты, именно между детьми, и я поняла, что самой не справиться, мне нужно искать помощь в литературе. Психология мне нравится, что я могу использовать в жизни, практиковать. Вот, прочитала и использовала. Кому-то нравятся романы, кому-то близка научная литература, есть и те, кого привлекает жанр ужасы. Очень редко я испытываю страх. Мне нравится просто, ну, ночью спать и думать про эти ужастики. Мне нравится, ну, не знаю, фантазировать, рассказывать другим. Очень много страхов, да, в ужастике. А там это безопасная среда, когда человек читает, это ему не грозит. То есть он сидит в безопасном пространстве, у себя дома, там, да, в кресле, никакой опасности нету, но становится как наблюдатель. С точки зрения психологии, почему люди выбирают ужастики, да, им не хватает адреналина и дофамина. Это с точки зрения биологии, да, потому что в нашем организме вырабатывается дофамин и адреналин, который необходим для нашей жизни. Интерес к романам и лирической литературе, наоборот, пропадает. Согласно статистике, этот жанр предпочитают 30% россиян, когда ранее его читало 70% опрошенных книголюбов. Жанр лирики сейчас, как выясняется, востребован стал гораздо меньше, и, соответственно, книг стали брать тоже гораздо меньше, чем, например, тот же жанр фэнтези. Из романтической литературы у нас чаще всего берут Марию Метлицкую. Это самый, наверное, популярный автор, который пользуется спросом всегда и у различных категорий населения, категорий наших читателей. Также пользуется спросом автор Натальи Нестерова. Особенно ее цикл произведений «Жеребий праведных грешниц» его тоже очень часто берут. Из современных авторов, которые пишут на романтическую тематику, у нас берут Асю Лавринович и Юлию Лавряшину. Это тоже такие популярные сейчас авторы на данный момент. Мы сейчас поднимаем тему взаимоотношений, любовных отношений. Это та сфера жизнедеятельности человека, где мы учимся через свой опыт. Почему сейчас непопулярно? Потому что люди увидели несоответствие того, что написано. В XVIII веке люди жили в такой временной интервал, когда было очень тяжело. Им нужно было верить в какую-то волшебную любовь, или ждать, или проживать вот эти эмоции, которые нельзя было реализовать в реальной жизни. А сейчас это возможно. Однако некоторые читатели неизменно продолжают выбирать литературу, посвященную романтике и любви. Мне нравится лирика тем, что она ближе всего мне подходит по душе. Вот. И ее приятнее, чем остальные жанры читать. Там все не так, как в жизни. Там, во-первых, история особенная. Если к романтическим книгам интерес пропал, то предпринимательская жилка, наоборот, у многих появилась. Иначе почему 42% опрашиваемых читателей выбрали для ознакомления книги по бизнесу? Бизнес-литература также пользуется у нас спросом. И обычно у нас берут книги по этой тематике, которые относятся к управлению персоналом, или книги о том, как открыть свое дело и как начать свой бизнес. Вот, например, вот такие вот книги часто у нас оказываются в приоритете у читателей. Рост интереса к бизнес-книгам и коучинговым книгам на самом деле показатель развития личностного роста и стремление к независимости финансовой. И вот эти книги, они в какой-то части создают иллюзию независимости финансовой от работодателей. Чтобы быть конкурентоспособным и развиваться личностно, очень многие люди предпочитают читать аналогичные книги. Мы проверили, действительно ли книги по бизнесу интересуют тех, кто всерьез хочет заниматься предпринимательством. Бизнес-литературу люблю, потому что я много черпаю новых знаний из бизнес-литературы, особенно из новых изданий. У меня есть небольшой свой бизнес уже шестой год, поэтому мне по необходимости читают такую литературу. Неважно, какой жанр вы любите – романтику или фэнтези, главное, что литература приносит вам удовольствие. А на этом все. Увидимся в следующем выпуске программы «Страница 17». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова